Немецкое оптикостроение на протяжении всей современной истории неизменно оставалось и остается флагманом индустрии. Бинокли таких производителей, как Zeiss, Leica и Swarovski, заслуженно занимают лучшие позиции в рейтингах среди приборов премиум-класса и находят отклик у самых искушенных пользователей. Не отстают от люксовых брендов и марки в среднем бюджете. Например, большой популярностью у наших соотечественников, да и у зарубежных любителей оптики, пользуются инструменты от Bresser и Steiner. Конечно же, моделями только этих производителей список достойных немецких биноклей не ограничивается. Еще один ветеран индустрии – бренд Practica, который наверняка знаком многим фотографам. Большая часть истории Practica связана в первую очередь с выпуском зеркальных фотоаппаратов и объективов. Кстати, эти инструменты были широко распространены в СССР, так как это единственные иностранные камеры, официально продававшиеся в Союзе через розничную сеть. Кроме того, зачастую именно аппараты Practica среди остального ассортимента советских фотомагазинов имели самые продвинутые нововведения, как, например, вертикальный ламельный затвор или TTL-экспонометр. У любителей ретрофотографии до сих пор в почете камеры серии Practica TL за их высокую надежность и отличные характеристики. Первый фотоаппарат марки появился в 1949 году. На тот момент Practica выпускалась группой компании CACE ICON, из-под крыла которой также вышли такие бренды, как Contax, Enerman, Pentacon, Practic Flex, Exacto и многие другие. С 1959 года по 1990 бренд принадлежал Pentacon, но в дальнейшем ушел в свободное плавание. Последняя аналоговая фотокамера, выпущенная под маркой Practica, вышла в 2001 году. С этого же момента компания переключилась на производство компактных цифровых камер, а также спортивной оптики, зрительных труб и биноклей, основное преимущество которых невысокая цена относительно схожих по параметрам моделей конкурентов и отличные характеристики. Сегодня мы поговорим как раз о такой линейке приборов – биноклях Practica Avro. С вами канал Observer, поехали! Не забудьте подписаться на нас и на других ресурсах. Мы есть на YouTube, Routube, в Telegram и на Яндекс.Дзене. Переходите по QR-коду или по ссылкам в описании. Бинокли Practica Avro – это два среднеразмерных прибора с современной оптической конструкцией на основе Roof Prism и, соответственно, небольшими габаритами. Обе модели линейки имеют идентичные объективы диаметром 42 мм, но разное увеличение – 8 и 10 крат. Хотя, в общем-то, и то, и то довольно универсально. Инструменты доступны в двух вариантах цветового исполнения. Черным или синим. Обычно производители делают бинокли конкретной модели в одном единственном цвете. Здесь же у пользователей есть, пусть и небольшой, но выбор, а это приятно. В комплектацию приборов входит следующий набор аксессуаров. Полужесткий кофр с застежкой на змейке и ручкой для переноски. Широкий ремешок для ношения бинокля на шее или плече. Салфетка из микрофибры, чтобы очищать внешние линзы от загрязнений. И руководство по эксплуатации. Несмотря на относительно невысокую стоимость, модели выполнены очень добротно. В руке прибор ощущается как нечто надежное и монолитное. Корпус сделан из поликарбоната с внешним рельефным резиновым покрытием высокого качества. Механизмы управления, барабан фокусировки и кольцо диаптрийной подстройки металлические с ребристыми торцами для лучшего сцепления с пальцами. И надежно, и выглядит стильно. Ход отличный, в меру упругий, при этом сложностей с прокручиванием механизмов не возникает. Да, фокусировка в приборах практика Авра классическая центральная. Единым барабаном резкость настраивается одновременно в левом и правом окулярах. Все как мы привыкли. Пользоваться удобно, особенно когда приходится часто менять фокус. На обратной стороне предусмотрены выемки под большие пальцы, за счет чего держать бинокль в руках максимально комфортно. Корпус имеет также высокую степень герметизации. Приборы подходят для работы в дождь, снег, а также на открытой воде, так как выдерживают непродолжительное погружение в жидкость. Кроме того, внутрь биноклей закачан инертный газ – азот, благодаря чему при выносе инструментов из тепла на холод на внутренних стенках линз не образуется конденсат. В противном случае пришлось бы длительное время дожидаться остывания прибора и естественного испарения запотеваний. А это, согласитесь, неудобно. Ну а что удобно, так это заказывать оптическую технику в интернет-магазине observer-msk.ru. Широкий ассортимент биноклей, микроскопов, телескопов, монокуляров, зрительных труб, приборов ночного видения, домашних планетариев и многого другого. Грамотные консультанты, готовые ответить на любой вопрос и помочь с выбором, Быстрая доставка и постоянно обновляемый раздел с акциями, где можно урвать необходимый прибор по самой выгодной цене – все это по ссылке в описании. Не забудьте заглянуть. Что касается оптической составляющей, здесь все тоже очень достойно. Давайте снимем крышки окуляров и объективов и взглянем поближе на оптические элементы. Оптика в биноклях практика Aura сделана из качественного оптического стекла марки BAK4. Больше информации о типах стекол можно узнать из наших отдельных роликов по ссылкам на экране или в описании. Ну а если вкратце, BAK4 – это решение с отличными показателями и хорошей детализированной картинкой, которая широко применяется в приборах среднего и высокого ценового сегмента. На оптические элементы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие. Это значит, что светопропускающая способность всей оптической системы бинокля улучшена сразу для нескольких длин волн. За счет наличия нескольких тончайших слоев специальных материалов на линзах и призмах. Как с внешней стороны, которую видим мы сейчас, так и с внутренней, обращенной внутрь корпуса. В общем, по оптике здесь все должно быть очень хорошо. Отличное стекло плюс такое просветление в теории должны давать качественное изображение с хорошим разрешением, резкостью, цветопередачей и без особых искажений. Так ли это, узнаем через пару минут в ходе теста. Наглазники окуляров в моделях Avro поворотно-выдвижные. Они защитят наблюдение от лишней боковой засветки. Кроме того, они позволяют пользоваться биноклем, в том числе людям, носящим очки, при этом снимать их во время работы не потребуется. Для этого достаточно опустить наглазники в крайнее нижнее положение. Что интересно, наглазники здесь со скругленным верхним торцом. Благодаря такой особенности ими комфортно пользоваться в выдвинутом положении, когда они упираются в лицо пользователя. Так сильно это намного приятнее, чем наглазники со стандартными прямоугольными краями. На правом окуляре стандартно размещено кольцо диоптрийной подстройки. С помощью этого механизма можно компенсировать разницу в силе зрения между левым и правым глазом в пределах плюс-минус трех диоптрий, если в этом есть необходимость. Настроив так бинокль под себя единожды, в дальнейшем все, что вам останется в нем крутить, это только барабан фокусировки. На случай длительной стационарной работы, чтобы не держать прибор в руках, предусмотрена возможность установки моделей на штатив. В центре корпуса под заглушкой спрятана резьба формата 1,4 дюйма. Через переходник, его можно приобрести отдельно, бинокль устанавливается на любую фотографическую треногу и наш сетап для наблюдений с одной точки готов. Итак, напомним, что в линейке Avro всего две модели, 8х42 и 10х42. Первое число в маркировке указывает на увеличение, а второе на диаметр объективов в миллиметрах. В целом, исходя из совокупности характеристик, можно сказать, что оба бинокля очень схожи и довольно универсальны. Угол зрения составляет 6,6 и 6,3 градуса, или 116 и 110 метров на тысячу в линейном эквиваленте. То есть и тот, и тот неплохо подходит, помимо точечных, еще и для обзорных наблюдений. Объективы благодаря своему размеру собирают достаточно света для формирования детализированного и светлого изображения. Но для наблюдений в темное время суток, все же лучше подходит модель 8х42. Все дело в диаметре выходного зрачка, пучка света, выходящего из окуляра, попадающего на глаз пользователя и, соответственно, формирующего конечное изображение. Чем этот показатель больше, тем светлее будет картинка при работе в условиях недостаточного освещения, тумане, высокой облачности или сумерках. У бинокля 8х42 он составляет 5,25 мм, а у прибора 10х42 только 4,2 мм. Условным для такого типа наблюдений считается порог в минимум 5 мм. Минимальная дистанция фокусировки у обеих моделей всего 2,5 м, а это значит, изучать различные объекты можно с очень близкого расстояния. Масса бинокля, несмотря на компактные габариты, не самая маленькая. По нашим замерам это 732 и 720 грамм соответственно. Имейте это в виду. Кстати, по паспорту вес должен быть существенно меньше – 685 и 647 грамм. Остальные характеристики приборов в таблице на экране. Нажмите на паузу, если хотите уточнить что-либо для себя. Ну а нам пора перейти к тестированию. Наши тесты мы записываем путем съемки камеры изображения из окуляра прибора. Такой способ, к сожалению, не передает в полной мере изначальное качество картинки, съедая его часть. При наблюдении вживую же вы, конечно же, увидите более детализированное, светлое и менее искаженное изображение. Но дистанционно продемонстрировать вам возможности биноклей мы можем только так. Держите этот момент в голове. Информация о расстоянии до рассматриваемой области и увеличении прибора будет меняться на экране при смене планов. Итак, картинка, в общем-то, соответствует всем нашим ожиданиям. Хорошая детализация, резкость в центре поля зрения, высокая яркость, правильная цветопередача – все это присутствует. Модель 8х42 дает визуально чуть более резкое изображение, что связано с более высоким разрешением. У этого бинокля оно лучше, потому что окуляры с меньшей кратностью формируют более кучный световой пучок на выходе, чем 10-ти кратные. Геометрических искажений картинки нет. Присутствует, как и у всех приборов, небольшая потеря резкости ближе к краям поля зрения. Вокруг очень ярких объектов наблюдается незначительная хроматическая аберрация в виде еле заметного синего ореола. В целом, ничего критичного. Если сравнивать получаемое моделями Avro изображение со схожими по параметрам приборами, то оно способно оставить многих конкурентов позади. И это с учетом того, что с подобными характеристиками бинокли практики Avro являются одними из самых недорогих вариантов на российском рынке оптических приборов. Подведем итоги. Серия Avro от немецкого бренда Practica это недорогие, но очень упакованные по характеристикам современные универсальные бинокли. Они отлично подойдут для занятий орнитологией, туризмом, охотой и рыбалкой. А также прекрасно себя чувствуют при работе в экстремальных погодных условиях и на открытой воде за счет герметизированного корпуса. Сборка и подгонка механической части очень добротная. Приборы чувствуются в руках действительно надежными. Все механизмы управления в меру тугие, но при этом их регулировка дается свободно. Люфтов, зазоров, потеков клея или герметика не замечено. В этом плане тоже никаких нареканий. Оптическая составляющая у меня оставила только положительные впечатления. Конечные изображения на высоком уровне, без существенных аберраций, но с хорошей детализацией, яркостью и контрастом. Одним словом, бинокли смело могу рекомендовать всем любителям оптики. Это достойные модели по приятной цене, которые могут стать отличным инструментом для самых разных целей. Надеюсь, обзор вам понравился. Если это так, не забудьте поставить лайк, оформить подписку и нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Если у вас остались какие-либо вопросы или есть мысли по теме, оставляйте ваше мнение в комментариях. Мы всегда открыты к общению. Всем пока и до скорых встреч!